Раскол действительно есть, даже не раскол, а прямо скажем, нас продали, то есть меня и Евгения Викторовича, прикидывая, нас продали и, можно сказать, обменяли на Валерия Андреевича Исаева, причем действующего депутата от «Единой России». И по поводу его характеристики, но с Валерием Андреевичем я три раза судился, точнее он со мной, его оскорбило, его оскорбил комментарий в «Одноклассниках», где прозвучала фраза, что якобы он людоед. И три раза мы судились, три раза он проиграл. Почему вы категорически против кандидатуры Валерия Андреевича? Ну, потому что, первое, я уже сказал, что он относится к людям в прямом смысле как к скоту, это опять же доказывает недавний случай, буквально полтора месяца назад погибли два парня, опять же на свиноферме, они просто задохнулись. И опять говорит проверка о том, что якобы они туда самостоятельно пошли, хотя их туда реально отправили чистить без спецодежды, без средств защиты. Они погибли. И это происходит, в принципе, почти регулярно. И отношение к людям у него вот такое, как к скоту, как к животным. То есть это ресурс для него. Это первый момент. Второй момент, он является депутатом от «Единой России», причем не один созыв, он единорос. Здесь внутренние течения в «Единой России», его выкинули за борт во время праймерис. И он сразу же переобулся, перекрасился и побежал поднимать уже красный флаг. Это тоже характеризует человека. Сегодня он за синий-белых, завтра он за красных, послезавтра опять. Причем коммунистом он уже был до этого. И старожилы рассказывают с «Красной поляны» о том, что когда он перекрасывался в прошлый раз, стал единороссом, он сказал, что кто будет за краской, тех будем увольнять, исключать, не допускать. То есть это было, я так понимаю, в 90-х годах, в конце 90-х. А еще какие-то аргументы есть? А еще какие-то аргументы есть? Аргументы, но идем дальше. Взять пенсионную реформу. «Единая Россия» ее поддержал, Валерий Андрич за нее голосовал на местном уровне. Сейчас он идет от коммунистов, борется за социализм. Опять противоречие. И еще один самый, наверное, главный момент, причем это касается многих кандидатов от КПРФ, которые являются крупными руководителями фермерских хозяйств. Это, получается, у них Солго и Учумская. Они все находятся на субсидиях. Ну, любое крупное предприятие, сельхоз, оно получает субсидии. И это правильно. Но они все зависимы. То есть, уже если человек получает, грубо говоря, от администрации, губернатора, от губернатора денежные средства, он же может их получить, а может не получить. И будут основания и в том случае, и в том случае найдутся. Возвращаясь все-таки к Валерию Андреевичу Исаеву. Вот на Ваш взгляд, человек не мог изменить какую-то свою позицию, изменить какие-то свои политические взгляды и предпочтения? Нет, он не мог. Мало то, что он не мог. И вот лично у меня складывается впечатление, что его специально исключили из Единой России. Ну, в смысле, из обоим Единой России, чтобы он не пошел. Чтобы прошли, допустим, тот же Попов или Эмпиологов. Но его отправили в КПРФ по договоренности. Но это мое личное мнение. Причем у нас же есть еще один там Единоросс, который также не прошел праймерис и тоже оказался в списках КПРФ. Причем на проходном месте. И мне так кажется, что этот договорняк уже между администрацией губернатора и руководством КПРФ. В плане чего? Что они берут этих людей, ну, фактически они как бы раскручены. То есть узнаваемы. И у них есть возможность тоже победить. И пройти, и стать депутатами. Но фактически они будут подчиненные той же Единой России. И то есть даже люди, проголосовав за Исаева, даже он стал депутатом, даже он, будучи под красным флагом, он будет подчиняться администрации губернатора. Но вы думаете, люди проголосуют за Валерия Андреевича? Я надеюсь, что нет. Вот и я все делаю для этого. И делаю совершенно безвозмездное, чтобы действительно за него не проголосовать. Мы просто рассказываем правду, кто он и что он. Я правильно понимаю, при этом у вас нет никакого предвзятого отношения? К Валерии Андреевича? Да. Я вам скажу честно, в 2016 году я за него голосовал. Да, я вот подошел к Урне избирательной, точнее взял бюллетень. Был тогда Егоров, Исаев, еще кто-то, я не помню. И я поставил крестик напротив Исаева. В 2016 году. Чем тогда вы руководствовали? Ну, я, во-первых, не знал, как бы скажем так, про него и что творится в Степно, вообще в зале Назаровска. У меня была иллюзия, что это действительно такой хозяйственник, такой вот прямо мужик, директор, прямо глыба. Но когда вот лично я столкнулся, я понял, что это нехороший человек. А общаясь с людьми, чувство разочарования в каких случаях возникало? С людьми, где вы имеете? С жителями Назаровского района, того же поселка Степно. Ну, чувство разочарования у них или... У вас в связи с Валерием Андреевичем Исаевым? Ну, первое, вот это было в 2018 году, были выборы президента. Я оказался в Степно, вот я там долго не был, вот оказался в 2018. Меня удивило, что люди говорят шепот, ну, когда разговор касается Исаева. Для меня это было, ну, удивительно. То есть, как только слышатся фамилии Исаев, они оборачиваются и начинают как бы так вот полушепотом разговаривать. В полголос, точнее. Второй момент, когда мы агитировали тогда за Грудинина, это же тоже директор крупного совхоза. И когда мы ставили такой момент, что вот надо выбирать президентом Грудинина, потому что такой вот мощный директор совхоза, как и ваш, и в ответ от одного мужчины я услышал только одни маты, что нам такого директора больше не надо. Хорошо. А вот на ваш взгляд, зачем все это необходимо самому Валерию Андреевичу? Первое, чтобы держать руку на пульсе в плане, опять же, субсидий. То есть, ну, не секрет, что Зава Назаровская, наверное, забирает львиную долю. Вот. И, в принципе, из крупных сельхозпроизводителей это единственный директор, который в ЗАГСобрании. А, нет, еще Бойченко есть. Второй момент, у него неприкосновенность. Соответственно, ну, любое поползновение в его сторону, это преступление, причем за которое грозит огромный срок. То есть, это безопасность его. Ну, и, в-третьих, не так просто завести даже любое административное дело против депутата. Ваш уголовное, тем более. Продолжение следует...